Я слишком много играл в Факторио, что делает меня идеальным парнем для того, чтобы рассказать тебе эти 19 продвинутых советов, о которых ты, вероятно, никогда не слышал. Давай быстро начнем с модулей повышения производительности. Знаешь ли ты, что при использовании модулей производительности в лабораториях премия за производительность напрямую рассчитывается и применяется каждый тик? Так что индикатор производительности — это просто косметическая ложь, в которую многие из нас верили слишком долго. Это означает, что не имеет значения, что индикатор производительности сбрасывается при извлечении модуля, потому что никакой бонус за производительность не теряется. Чертежи в этой игре потрясающие, но вы можете сделать их еще лучше, подготовив набор чертежей, которые соединены друг с другом. Например, посмотрите, как быстро я могу настроить эти плавильные печи, разместив несколько линий шахтерских печей и пару ремней в конце. Другие замечательные идеи для наборов чертежей — это различные типы стен плюс углы или рельсы со всевозможными перекрестками и станциями. Каждый новичок знает, что когда вы устанавливаете столб питания и продолжаете нажимать левую кнопку мыши во время движения, вы начнете устанавливать новые столбы питания на максимально возможном расстоянии. Это работает в автомобилях, поездах и пауках. Но знаешь ли ты, что произойдет в этом случае? Хорошо, давай повторим это еще раз. Знаешь ли ты, что произойдет, если ты нажмешь левую кнопку мыши на силовом столбе и побежишь? А каждый вставной элемент будет включен. B-факторио урухнет из-за этих дурацких вставщиков. V у инженера кончатся столбы, электропередача или G, это не имеет значения, потому что битеры все равно съедят это, если ты выбрал все ответы. Ты прав. Хорошо, а теперь давай будем серьезны. Когда ты перетаскиваешь столбы электропередачи, они будут расположены так, чтобы все в пределах досягаемости было запитано довольно полезная вещь. Это распространенная ошибка, когда игроки размещают подземный пояс в неправильном направлении, что вызывает проблемы с доставкой предметов. В течение долгого времени я просто смотрел в направлении пояса, который находится внутри подземелья, да, вот эта маленькая штучка прямо там. Или я просто наводил курсор мыши на подземный пояс, чтобы увидеть эти стрелки. Однако есть более простой способ, просто посмотрите на эти стрелки, и они покажут вам направление движения ремня безопасности. Я понятия не имею, как я не заметил этого раньше, кстати, по поводу обнаружения вот вам мем. Я уже говорил тебе, что модульные чертежи – это просто потрясающе. Но мы можем сделать их еще лучше. Чертежи, подготовленные для размещения на карте, могут значительно упростить расширение вашей мегабазы поздней игры. Смотри, вот я вырабатываю 2 гигаватта энергии, я налаживаю наши дипломатические отношения с соседями, и вот я почти произвел 20 миллионов зеленых схем. И все это без малейшего движения моего маленького инженера, потому что ключ к успеху в этой игре – автоматизация. Боты в этой игре совсем не умны. Я бы сказал, что они довольно глупы, но это не имеет значения, потому что ты самый умный парень на своей фабрике, и твоя работа думать за них. Вот почему хорошо подготовить специальный планировщик демонтажа, который уничтожит все, кроме робопортов и опросников мощности, из ваших чертежей. Чтобы значительно упростить строительство огромных фабрик. Если ты хочешь пойти еще дальше, ты можешь подготовить специальные этапы для своих чертежей, потому что некоторые здания настолько огромны, что для их установки сначала требуется несколько радаров. Именно поэтому проект с питанием от радаров и робопортами станет решением этой проблемы. Конечно же, причина, по которой мы начинаем с робопортов и питания, очевидна. Сначала мы хотим облегчить доступ к точкам зарядки для наших ботов. Я просто на секунду задумался о том, что только 8% людей, которые смотрят и смотрят мои видео, подписаны на меня, так что если вам понравится это видео, подумайте о подписке. Это очень много значит для меня спасибо. Так ты действительно думаешь, что я пошутил насчет диагональных плавильных заводов в этом видео? Ты что, с ума сошел? В Факторио есть два вещи, над которыми нельзя шутить, и вторая из них — диагональные плавильные заводы. Если ты хочешь создать что-то уникальное на многопользовательском сервере, то лучшего здания, чем диагональный плавильный завод, не найти. Я просто хочу сказать тебе, что нет ничего плохого в том, чтобы экспериментировать с новыми стилями вашей фабрики, потому что это может вдохновить тебя на создание лучшей фабрики. Ты можешь использовать Shift плюс левую кнопку мыши в открытом чате, чтобы легко поделиться своими чертежами, книгами чертежей или показать некоторые предметы своим друзьям. Очевидно, что это полезно только на многопользовательских серверах. У каждого игрока есть своя коллекция чертежей, так что этот совет поможет вам обменяться своими чертежами с друзьями. Это позволит вам построить более крепкие дружеские отношения и распространять любовь на серверах, отправляя ваши любимые чертежи своим друзьям и любимым стримерам. Звуковой сигнал. В этой игре так много ярлыков, и трудно запомнить их все. Я думаю, ты знаешь наиболее распространенные ярлыки, но как насчет сочетания клавиш Alt плюс R для включения и выключения ваших ботов из силовой брони? Это позволяет сэкономить время после нескольких мирных дипломатических переговоров о ресурсах с этими уродливыми инопланетянами. Ремонт танков никогда не был таким простым делом. Существуют также уникальные ярлыки для поездов. Знаете ли вы, что с помощью кнопки G к вашему поезду можно подключить новые вагоны или новые локомотивы? А как насчет того, чтобы отсоединить их с помощью кнопки V? Может быть, вы когда-нибудь воспользуетесь этим? Я не знаю. Карта Фактория бесконечна. Карта Фактория бесконечна. Он солгал, но все равно это полезно для экономии места на вашей базе. Как профессионал Фактория, вы, вероятно, влюблены в поезда. Вы не можете размещать остановки поездов на изогнутых рельсах, но вы можете сначала разместить прямые рельсы на станции, а затем поставить изогнутый рельс, сэкономив при этом два плитки. Поезд будет работать в обычном режиме, и у тебя будет два плитки свободного места, не тратьте его на глупые вещи. Такие, как спидертрон и диджей-вагоны, имеют потрясающую функцию, которая позволяет вам устанавливать специальные слоты для предметов, которые вы хотите. Просто откройте инвентарь фургона и, нажав на кнопку прокрутки мыши, установите специальные слоты. Ты можешь использовать его для создания поездов, которые не смогут загрязнить твою систему, когда ты отправишь их на неправильный аванпост, установив только один вагон. А затем скопировав и вставив его с помощью Shift плюс правая кнопка мыши и Shift плюс левая кнопка мыши. Это ваши шаблонные поезда, которые вы можете превратить в чертежи, чтобы облегчить строительство новых аванпостов. Еще один трюк, который вы можете использовать с той же функцией, заключается в использовании вагонов в качестве большого сундука, который дает доступ ко многим устройствам ввода одновременно. Как ты можешь видеть, вот мой торговый центр, созданный с использованием этой стратегии. Может быть, здесь соблюдаются не самые лучшие соотношения, но в торговом центре это не так уж важно, потому что вы пользуетесь этим заведением только время от времени, когда хотите захватить какие-нибудь полезные предметы. Эту установку также легко построить, если у вас есть чертеж фургона. Конечно, это всего лишь предложение, и я надеюсь, что вы создадите что-то еще лучшее, чем это. Жидкостная система в Факториоу довольно сложна для начинающих игроков, но и более продвинутым инженерам, таким как вы, некоторые ее аспекты могут показаться довольно сложными. Короче говоря, все жидкости в трубах и резервуарах должны быть на одинаковом уровне, что делает транспортировку большого количества жидкостей очень медленной. Чтобы немного ускорить этот процесс, вы можете использовать подземные трубы, если это возможно. Потому что подземные трубы считаются два обычными трубами вместо десять, если вы используете их во всю длину. Более того, если ты уменьшишь количество труб, то потребуется моделировать меньше жидкостей, и Факторио упростит расчеты. Конечно, это не будет иметь большого значения, но эй. Все способы сэкономить несколько ИБП хороши тем, что кнопка R позволяет вращать ремни из танки разгневанной толпы. Хорошо, тишина. Я знаю, что все вы уже это знаете, но как насчет нажатия кнопок Shift и RMM? Таким образом, вы можете повернуть что-то в противоположную сторону, очень полезная вещь. Особенно, когда вы работаете с ремнями-жидкостями, балансирами или любыми другими зданиями, требующими большого количества вращения, такими как железнодорожные станции. Я не рекомендую слишком долго играть в Факторио в одиночку, потому что ваши основы и стиль игры каждый раз будут одинаковыми. А еще хорошо, когда рядом есть кто-то, кто скажет тебе, что уже 4 часа утра, как это иногда случается в этой игре. Играя с другими людьми, ты можешь взглянуть на Факторио с совершенно другой точки зрения и обменяться дизайном фабрики со своим новым другом. Например, есть самый неэффективный буфер, который я когда-либо видел в своей жизни, и это очень похожий буфер, сделанный моим другом, который может медленно передавать элементы ассемблеру при необходимости и создавать точку снабжения для ботов. Возможно, это и не меняет дизайн игры, но если бы я играл в одиночку, я бы никогда не подумал о том, чтобы найти этому применение. Это всего лишь пример, и я уверен, что ты найдешь что-то намного лучшее, а также если ты ищешь с кем поиграть, попробуй наш Дискорд, у нас здесь отличное сообщество. Автомобили на фабрике постоянно воспринимаются как транспортное средство, да, люди просто используют их для путешествий, вот и все. Когда танки и автомобили можно использовать совершенно по-другому, проявив немного-немного воображения. Прямо здесь изображен научный исследователь, вращающий машину, который использует только один желтый пояс для всех научных наборов. Автомобили с выделенными прорезями для бутылочек с научными материалами вращаются вокруг лабораторий и загружаются сюда в приятной последовательности. У автомобилей есть и другое применение. Вы можете размещать их в труднодоступных местах, например, прямо здесь, и строить еще более потрясающие заводы. Это тоже интересная штука для строительства, однако я не уверен, стоит ли оно того, но знаете что? Все зависит только от тебя. Кроме того, не стесняйтесь использовать трюк с выделенными слотами в вагонах, потому что он работает точно так же и с автомобилями. Этот совет предназначен только для ваших друзей, потому что я предполагаю, что вы профессионал и больше не умрете в Фактори Оу. Так что самая раздражающая механика в Фактори Оу, это бесплатный пистолет, от которого после возрождения нет простого способа быстро избавиться. Я что, для тебя посмешище? Нет простого способа быстро избавиться от этого, и все, что ты можешь сделать, это сделать эту коробку позора при своем возрождении, или может быть еще несколько коробок позора. Мое решение этой проблемы – зарезервировать место для твоего пистолета. Когда ты наведешь курсор мыши на прорезь для пистолета и нажмешь среднюю кнопку мыши, появится небольшое окошко, в котором можно выбрать пистолет-пулемет, дробовик, огнемет или ракетницу. Любой инструмент ведения переговоров, кроме пистолета, хорош. Кроме того, не забудь зарезервировать все слоты, иначе это не сработает. После того, как ты погибнешь в бою, я имею в виду, после того, как твой друг погибнет в бою, он возродится без пистолета в руке. Конечно, пистолет все еще будет у него в инвентаре, но это легко исправить с помощью ботов и автоматического трэша. Разработчики упорно трудятся над улучшением чертежей от патча к патчу, и немногие игроки знают об этой новой функции. Теперь ты можешь перевернуть свои чертежи горизонтально с помощью буквы F, удерживая чертеж, или перевернуть их вертикально с помощью буквы G. Этот трюк поможет тебе построить свою базу намного быстрее, вот у меня есть установка печи, которая принимает входные данные снизу. И преобразование ее в установку сводом угля сверху может занять некоторое время. Но я также могу легко скопировать уже существующую строку, нажать G и вуаля. Ты также можешь взять чертежи не лаусы, перевернуть. Их, хорошо, просто размести их так, как они есть. Многие игроки пренебрегают схемотехнической логикой в Факториоу и играют вообще без нее или используют ее очень спонтанно. Но для тех, кто любит играть со схемами, знаете ли вы, что вы можете подключить майнеров к своей системе и считывать количество руды с целого участка ресурсов? Вы можете легко отслеживать, сколько руды осталось на вашем аванпосте, и строить больше, когда это необходимо. Если ты такой же большой мозговой инженер, как этот парень, ты также можешь подсчитать производительность своих аванпостов и рассчитать, как долго продержится конкретный аванпост. Но это слишком продвинутая штука для меня. Если ты хочешь стать еще лучше в Факториоу, здесь ты можешь найти больше учебных пособий или несколько забавных видеороликов, если ты хочешь просто посмеяться и повеселиться. Спасибо, что посмотрели мой смех.